здравствуйте дорогие друзья в этой серии мы начинаем окраску нашей модели вот вы видите она уже окрашена я покажу как я это делаю это первый этап покраски друзья я подготовил катки срезал их с литниковой рамки зачистил от питателей вот и сейчас я соберу их и после этого мы приступим к краски всей модели целиком ну и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Друзья, я приклеил линейцы только потому, что они будут одного цвета с корпусом и потертости здесь я могу сделать прямо на самих катках уже установленных. Прежде чем покрасить наш танк, его надо сначала обезжирить. Это можно сделать любым способом, хоть при помощи ферри с теплой водой. Можно обезжирить с хозяйственным магазином, он самый дешевый. Можно спиртом. Это делается для того, чтобы грунт и краска легли на модель очень плотно и не отслаивались. А теперь после того, как я обезжирил, я загрунтую модель. Субтитры подогнал «Симон» После того, как мы загрунтовали, мы оставляем на сутки для того, чтобы грунт окреп и закрепился на модели. В этом видео мы попробуем одну технологию. Она называется пришейдинг. Скажем так, это выделение темных мест, затемнение, выделение граней для того, чтобы модель казалась немножко объемной. Делается он темными красками, в основном черным. И на этой модели я применю эту технологию. Понял у него. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Другой цвет немножко. Здесь черный матовый. Здесь цвет резины. Он так и называется. Резина. Дадим просохнуть. После этого нанесем базовый цвет. Сейчас я нанесу базовый цвет. Это основной цвет танка. Краску наносим именно под центру. От центра к краям. Для того, чтобы целиком не убить весь перешейдинг, который мы сделали. У нас получился очень яркий эффект. Такой выделенный. Поэтому нам надо еще закрасить. Нанести краску для того, чтобы эффект сглазить. Вот такой эффект, друзья, мы получили. Эффект легкой тени, как вы видите. Вот за балансирами, видите, тоже эффект легкой тени. Вот этого эффекта я и добивался. Для того, чтобы вам это показать. Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, не переживайте. Так я это не оставлю. Это только первый слой, который показывает, какие тени где будут. Для того, чтобы показать тот объем, о котором я вам говорил. Сейчас мы закрасили сегментно. После того, как высохнет, мы дадим окрас полностью. И захватим как раз вот эти вот темные места для того, чтобы сглазить цвет основной с этим черным темным местом. И только после этого мы получим эффект легкого затемнения. Как видите, эффект сгладился. Вот, в принципе, этого я и добивался. И он еще немножко пригасится после следующих слоев, которые будут. После того, как краска высохнет, она немножечко изменит свой цвет. Берем какую-нибудь масочку, например, вроде этого, и закрываем черную часть катка для того, чтобы закрасить центральным. Продолжение следует... Таким образом мы завершили первое. Это первый этап покраски нашего танка. На этом этапе мы завершаем эту серию. Увидимся в следующей, скорее всего, она будет финальной.